Эта новость круче тысяч санкций. Басманный суд Москвы арестовал руководителей крупнейшей инвестиционной компании Беринг Восток, граждан США и Франции, Майкла Калви и Филипп Дельпаля, России, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Алексея Кордичева и Максима Владимирова. Всем арестованным грозит наказание до 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Издание The Bell через свои источники сообщило, что уголовное дело против в основателя фонда Беринг Восток Майкла Калви и прочих лиц из состава руководства возбуждено из-за их конфликта с Артемом Аветисяном, другом сына секретаря Совбеза РФ и экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Уголовное дело было возбуждено 13 февраля на основе материалов ФСБ, на следующий день в офисе Беринг Восток прошли убыски. Действительно, по российской практике с такой огромной скоростью в финансовой сфере, без знакомства с первыми лицами руководства ФСБ, такое уголовное дело не может быть возбуждено. На сайте компании отмечается, что Беринг Восток вложил более 2,8 миллиардов долларов в 80 компаний в России и в странах СНГ. Ведь это весьма значимое событие, по сути, ФСБ грохнуло Беринг Восток, являющийся лидером в области прямых инвестиций в России. После разгрома газового клана олигархов Арашуковых, разгром Беринг Восток свидетельствует о том, что кормовая база для высших силовиков России заметно сократилась. Представители коллективной Путинской ОПГ находятся в прогрессирующей стадии когнитивного диссонанса, при которой аппетиты возрастают, а кормовая база уменьшается, и это просто замечательно. Вы только вдумайтесь, российские силовики уничтожают иностранную компанию, принесшую в бюджеты России и стран СНГ 2,8 миллиардов долларов, лидера прямых инвестиций в российскую экономику. В ходе проверки деятельности этой компании, я обнаружил информацию о том, что Беринг Восток представляет себя как чистая компания, которая не осуществляет финансовых проектов, связанных с российскими государственными учреждениями и органами власти. Но в этом плане руководство Беринг Восток, мягко говоря, лукавит. С вложенных миллиардов долларов в российскую экономику были уплачены налоги в российский бюджет. Средства с уплаченных налогов, естественно, были направлены на содержание многомиллионной армии российских силовиков, чиновников, прокуроров, судей, спецслужбистов, ФСБшников, грушников, пропагандистов войны, насилия и зла, оплату военных авантюр, аннексию Крыма, войну на востоке Украины, в результате которой по различным данным погибло уже более 13 тысяч украинцев, на войну в Сирии и в Судане, на вмешательство в выборы в США на различные террористические акты, типа отравления Скрипалей и прочее, на средства, полученные от Беринг Восток и иных подобных западных компаний. Путин и его банда покупают для защиты себя и своих преступных интересов, судей, прокуроров, полицаев, создают огромные аппараты чекистов, надзирателей, карателей и просто заштатных стукачей, открывают новые тюрьмы для лишения свободы несогласных и своих оппонентов, а для войны против цивилизованного мира, наращивают и развивают военный комплекс, создают диверсионно-подрывные организации, подкупают безвольных, беспринципных и безнравственных западных марионеточных политиков. В различных публикациях, многие специалисты неоднократно заявляли о том, что само существование путинского режима представляет экзистенциальную угрозу для существования всего мира, что этот режим должен быть лишен всякой финансовой подпитки извне и полностью изолирован. Выходит, что граждане США Майкл Кальви и Франции Филипп Дельпаль, путем уплаты налогов в бюджет РФ финансово поддерживали бандитский, преступный, террористический путинский режим, который ведет экзистенциальную войну против их стран. Так кто они такие, Майкл Кальви и Филипп Дельпаль, коллаборанты, действовавшие против своих стран на стороне врага, или финансовые мошенники, решившие обогатиться в России за счет различных схем и доступа к власти. В России без одобрения на самом верху, подобная компания не сможет зарабатывать. Они наверняка надеялись, что в случае наезда со стороны российских силовиков, их защитят российские законы. Но как на это можно надеяться, когда российские законы уже не защитили миллионы россиян от незаконного лишения свободы. Ведь в странах, где обеспечивается верховенство права, подобное не могло произойти. Хотя бы по причине того, что виновные в данных особо тяжких преступлениях первые лица страны, были бы отстранены от власти депутатами, и немедленно преданы следствию и правосудию. Но в России установился режим внутренней и внешней оккупации, поэтому, имея дело с Россией, говорить о соблюдении законов и всяких договоренностей со стороны российских оккупационных властей, просто не приходится. А до этих трагических событий российские законы не спасли от разорения и поглощения такие компании, как ЮКОС, Фонд Эрмитаж Капитал и прочих. Каковы выводы, по сложившейся российской правоприменительной практике, граждане США и Франции, Майкл Калви и Филипп Дельпаль, и России, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, и Максим Владимиров будут приговорены к максимальным срокам лишения свободы, около 10 лет нахождения в тюрьме, Алексей Кордичев получит немного меньше, так как он сотрудничает со следствием. Конечно, такой приговор обвинительный будет формально и фактически незаконным, но вполне справедливым. Этот приговор нужно рассматривать в первую очередь как наказание за финансовую поддержку страны агрессора, преступного, террористического чекистко-фашистского путинского режима. Очередная финансовая корпорация будет отжата силовиками, а потом обанкрочена, как в свое время ЮКОС и других. ФСБ уничтожило то, что приносило ей доходы. Отсюда воистину справедливое выражение, самый больший вклад в уничтожение России вносят Путин и его режим. Из России усилится отток зарубежной инвестиций, наконец-то для всех зарубежных инвесторов, а не только для западных, Россия станет по-настоящему экономически токсичной страной. Грядущий разгром Беринг-Восток, даст эффект по сдерживанию российской агрессии круче тысяч санкций. Но, а главное, при попытках политика дипломатическим путем вытащить из российской тюрьмы Майкла Калви и Филиппа Дель Паля, руководство США и Франции наконец-то на собственных примерах поймут, почему руководству Украины до сих пор не удается вернуть домой своих граждан.